Продолжение следует... 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 Ценса на Рапиду, с Рапиды на Киви кошелек, с Киви кошелька на карту Сбербанка, ну, придет долларов 400, это, ну, условно, там, 1028, казалось бы, да, люди, которые живут в регионах, скажут, ни хрена себе, 28 тысяч, вот, это большие деньги, у нас там за 12 тысяч люди работают, но я живу не в регионе, вот, это раз, второй момент, у меня канал 100 тысяч практически, 97 тысяч, чуть-чуть не добрал, вот. И, ну, как бы, это большой, ну, такой немаленький канал, вот, но никаких миллионов он не приносит, и третий момент, из этих, там, 400 долларов, 100 долларов, это тех ребят, которые подписаны на мой канал как спонсоры, я вас очень благодарю, прям, ну, реально, вы, ну, даете мне вот этот энтузиазм, который, благодаря которому я, ну, дальше, там, занимаюсь, ну, вот, неким творчеством, поэтому спасибо вам, спасибо от души, я не буду вас перечислять, потому что многих я не помню, ну, практически всех я узнаю в чате, вам реально от души, в общем, из этих 400 долларов, 100 долларов спонсорски, 100 долларов это суперчат, донаты, то есть, Red Devil, братан, ты меня порой балуешь, правда, пишешь всякую херню порой в своих комментариях, ну, херню не в плохом смысле, а в смысле, ну, дурнину такую, дурнинушку, шутки-прибаутки, но я тебе очень благодарен, братан, спасибо. В общем, 200 долларов, да, за просмотр я получаю. У меня 80-90% роликов не монетизируется. Я хотел такой ролик записать на 100 тысяч, типа, как вот вообще это происходит, такой, может быть, лайфхак для кого-то стоит, кому-то браться или не стоит вообще за то, чтобы вести канал, но так получилось, что вот я сюда заодно приплел все это. Вот, поэтому, ну, особо много я не теряю их удалив, тем более 80-90% они не монетизируются, я на это трачу только нервы, силы, время, постоянно что-то монтирую, там, снимаю и так далее. Вот, поэтому я их удалил. Почему удалил, а не скрыл? Ну, во-первых, все то, что я удалил, оно, ну, восстанавливаемое, я все это могу восстановить, все эти интервью у меня есть, вот, ну, на жестком диске. И, ну, опять же, да, я удалил интервью, там, например, с Валерой, или, там, например, с человеком, с кем я сидел, хотя там тоже нет пропаганды. А оставил интервью, там, с человеком, работающим в тюрьме, там, с опером, который, там, отбывал, то есть, как бы, ну, это вообще не имеет отношения к тюремной тематике. Все эти интервью у меня есть, я их, в принципе, мог бы выложить, ну, если вот, ну, по происшествии времени будет понятно, что это не пропаганда, а всего лишь навсего, как бы, ну, вот такой, ну, информация, да, такой личный опыт. Все то, что я рассказывал, я всегда могу повторить, поэтому, да, вы скажете, там, снова не будут смотреть, столько не наберется, ну, как бы, я, понимаете, я давно махнул рукой на то, чтобы с канала, там, жить, зарабатывать какие-то бабки, которых мне хватает на жизнь и так далее. Мне, конечно, бы этого хотелось, но это нереально, и поэтому много я не потерял. Вот поэтому я их, в общем-то, и удалил, и главная причина, это я не хочу, ну, конфликтовать с законом, пока не буду знать, ну, и пока все не будут знать, ну, вот, можно или нельзя что-то делать. Мне проще, вот, ну, как бы, спокойно подождать, посмотреть, а там дальше принимать решения. Вот, и второй момент, ну, как бы, особо много не теряю. Че дальше? Вот. Ну, у меня давно канал сборная Солянка, поэтому он, ну, мало подписчиков, мало просмотров. Школа пикапа Станислава Андреевича, это все остается. По видеоиграм другой канал, интервью, там, с наркопотребителями мотивационные, которые рассказывают о том, как жили и как живут теперь, в принципе, почему нет. Вот, вот, антинаркотическая тематика, все это будет, интервью, у меня есть два человека, один сидел в Штатах несколько раз, с ним обязательно сниму, и один в Латвии сидел, или в Эстонии тоже обязательно. И на Бали, Наташ, привет, я жду от тебя информации, обязательно сниму этот ролик. В общем, ну, контент будет, ребятам, которые подписывались мне сугубо по тюремной тематике, я, ну, им неинтересно то, что я делаю еще, ну, я ничего не могу поделать, как бы, ваше право, ну, я бы тоже перестал смотреть, честно говорю. Вот, если бы я, там, условно, да, смотрел бы, ну, там, обзоры Давидовича и как-то проснулся, зашел, а он там показывает, как высаживать хризантемы, я бы тоже, там, посмотрел ролик 2, ну, так чисто, чтобы понять, что вообще происходит. И, ну, перестал бы смотреть, поэтому, кто от меня отпишется, ну, просто перестанет смотреть, ну, с вами было весело, вот, я вас ни разу не обманул, ну, какие-то вещи я не договаривал, может быть, в роликах, но это естественно, душевным стриптизом заниматься не стоит, никогда ни у кого ничего не просил, ну, донаты дело добровольное. Два раза у меня произошел, ну, такой, накладки с сбором донатов, первый раз, это когда мы с плюшки собирали, ну, говорю это просто, вот, вам на прощание, чтобы вы покидали мой канал, ну, как говорится, с чистой совестью, я с чистой совестью тут оставался, и вы, не чувствуя себя обманутыми, я, мы собрали 15 тысяч за стрим на новый проект, но новый проект не сделали, потому что все оказалось гораздо дороже, гораздо, ну, как я предполагал, сложнее, и мы встряли в итоге, нам не хватало денег ни на студию, мы, кстати, хотели снимать кулинарку, ну, только профессионально, вот, нам не хватало денег ни на студию, с гостями вроде плюшка договорился, но они что-то опрокинули, раз, два, короче, никто не пришел, в итоге мы поделили эти бабки, и прямо на следующий день, когда мне плюшки перевел, я перевел их в собачий приют, вот, там, ну, написал девчонке и просто отправил их туда, связался с, ну, точнее, я ее просил, она связалась с руководителем, эти, 7500, меня поблагодарили, там, мне прямо, ну, не сама через эту девчонку написала руководитель этого приюта, я написал, что деньги не мои, это вот мне задонатили, как бы, я вот, ну, отправляю, я понимаю, что вы донатили, там, может, среди вас, там, люди, не любящие животных, донатили не на это, но вы уж не обессудьте, вот, как бы, у себя оставить я их не имел морального права, а, ну, обратно рассылать, ну, я не знаю, кому, поэтому, вот, ваши деньги, ну, ушли, ну, в правильные руки, в правильное место, я считаю. Второй момент, это я собирал на карту захвата для стримов, на вебку и на, по-моему, этот самый, как его, надо повернуть, на вебку и на микрофон такой вот, студийный. Да, я собрал 8000, спасибо вам, ну, дело, я, они у меня лежат, но я не купил это все, потому что нету смысла, мне надо менять компьютеры. Тот компьютер, на котором я чаще всего стримлю, он, ну, там, плохой звук, он заглюченный, туда микрофон даже нельзя подключить. Мне постоянно говорят, купи микрофон, у меня есть микрофоны, он туда, просто, ну, нельзя его настроить на ОБС. И второе, компьютер, ну, знаете, да, где получше качество, получше звук, он слабенький достаточно, это МАК, и выбивает постоянно со стримов, поэтому тут вопрос не в веб-камере, не в микрофоне, а в компьютере, а на компьютер собирать я буду донаты на скончание веков, вот, я, ну, вот, ну, надеюсь, через месяц-два, там, я в рассрочку куплю, и тогда будут стримы в лучшем качестве, будут игровые стримы и так далее, ну, для тех, кому... Это надо. Вот такие вот дела, ребят, поэтому, я надеюсь, мы с вами расстаемся на хорошей ноте, если вы уходите. А всем остальным буду пилить ролики, как бы, как и пилил. Вот, и, ну, посмотрим, что с законом, мне кажется, это здраво. И хочется немножко, знаете, вот, ну, пожурить, ну, людей, которых я называю скудаумными. Я зашел, ну, захожу перечискать плюшки, плюшки тоже удалил все, ну, на мой взгляд, правильно, ну, у него вообще просто канал на это был заточен, у него не было никакой пропаганды, но у него вот тематика была только такая. Если ко мне привыкли, что я могу там, как я склеил телку в Турции выложить, а потом что-нибудь там, как я сидел, потом по игровой тематике, то у него было строго по этой тематике. Он удалил все. На мой взгляд, поступил здраво. Вот, я зашел, ну, почитаю комменты, но это пиздец. Это просто трешак. Там он, я, вы знаете, у меня, ну, там люди такую херню пишут. Мне вот непонятно, что это за обсосники. Тот пример с Давидовичем, если бы я смотрел его, да, зашел, он поменял тематику, я бы не стал ему писать, ты что, охренел, давай верни. Я бы просто перестал смотреть, а там каждому нужно свое мнение написать. И, ну, по-моему, это как-то тупо, грязно, ну, и, блядь, паскудно. Вот. Ну, не знаю, как бы. Мне хочется сказать, я плюшки говорю, братан, и ты вот для этих, ну, это не про всех. Там много хороших, позитивных, поддерживающих комментариев. Но есть вот это говно, и я ему говорю, братан, и ты вот для этих гадин еще что-то контент пилил, блядь. Нахер они тебе срались? Вот. Поэтому, ну, не делайте так. Это, ну, на самом деле, блядь. Ну, это, это... Вас характеризует не с лучшей стороны. Человек просто, ну, посчитал нужным, и это здраво, ну, удалить все, ну, до той поры, пока не станет понятно, как будут трактовать закон, какие будут прецеденты. Есть масса других каналов, которые ролики не удалили. Вы можете перейти туда, кому интересно только эта тематика. Прям, ну, переходите туда, смотрите, дай бог, там, всем здоровья и так далее. Ну, вот, вот я, например, да, и вот Плюшка, да, мы вот такое решение приняли. Кто-то сказал, ну, мне похрен, у меня нет пропаганды, я даже не буду удалять. Он там вот, вот так. Поэтому, ребят, как бы, ну, по-моему, блядь, все, ну, все очевидно и, по-моему, здраво будет. Не писать всякую гадость в комментариях, а просто, ну, это самое, как его, подписаться и, или просто там перестать смотреть и подписаться на других. Вот, такие вот дела. С нами, естественно, чаек, вот. Я, надеюсь, доходчиво объяснил, почему вообще я ролики сейчас редко выкладываю. Очень сильно устаю, и работа, и тренировки, и, ну, прям, нету сил, прям, ну, вот, сейчас вот какого-то энтузиазма нету. По игровой тематике тоже уже неделю не выкладывал, но у меня гигантская распаку, очень много стаффа. Я вот сейчас приехал посылку забирать с Англии. Это все будет. Добро пожаловать на мой канал Ретро Гопник, там все по игровой тематике только там. Вот, скоро я, надеюсь, там, улечу, отдохну, там, дней на 10. Ну, тоже сниму некий тревел-блог, как обычно, куда я летаю, я всегда снимаю. Вот, и будут обязательно ролики, будут интервью, будет пикап, будет хит-парад моих песен, будет рассказ про панк-рок. Давно собирался, очень давно, много просят. Я когда-то панковал, как раз в 90-е, в начале 90-х, середина 90-х, самый расцвет панк-культуры в России. Вот, поэтому такие дела все будет. Все, ребят, с вами был Станислав Андреевич, он же Ретро Гопник. Мой потрепанный, с игромирой еще термокружка, она очень крутая. Она, это не вот эта шляпа, которая, знаете, сувенирная, которую налил, там, через полчаса она холодная. Он очень долго держит, хотя ему уже лет 5. Ваше здоровье, ребят. Мы против пропаганды ООЕ, пропаганды организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Живите дружно, не нарушайте закон. Субтитры создавал DimaTorzok